Добрый вечер, в эфире «Весец Карачаева, Черкесия», в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Оказание помощи участникам СВО. Глава Рашид Тимрезов провел сегодня завещание по формированию дополнительной помощи. Задержанный с поличным ФСБ Республики установила и задержала преступную группу в момент закладки наркотиков. Архыз признан лучшим горнолыжным курортом Северного Кавказа. Новогодние каникулы, несколько десятков тысяч любителей экстрима отдохнули в горах. Это не просто игра, а сама развитие. Шахматы завоевали весь мир и обрели поклонников. Кто стал лучшим в турнире в Черкесске? Глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов провел совещание по вопросу оказания помощи семьям военнослужащих из Карачаева, Черкесии, выполняющих боевые задачи на территории новых субъектов Российской Федерации. Участники совещания доложили по вопросу формирования дополнительной помощи от Карачаева, Черкесии для нужд военнослужащих и о том, как налажен оперативный контакт между командованием воинских частей МЧС по доставке гуманитарных грузов. Кроме того, на совещании была озвучена информация об итогах осенней призывной кампании. Вопросы газификации населенных пунктов и социальной догазификации домовладения обсудили глава Карачаева, Черкесии Рашид Тимрезов и генеральный директор «Газпром Межрегион Газ Черкесский» и «Газпром Газораспределения Черкесии» Калет Дергачев. В план по социальной догазификации включены 96 населенных пунктов. Согласно поручению президента России, газификация до границ домовладения была бесплатной. С этого года из республиканского бюджета мы будем выплачивать субсидии на газификацию уже непосредственно до самого дома. То есть гражданам остается купить только внутридомовое газовое оборудование. Но и здесь некоторым особенно нуждающимся категориям граждан предусмотрены льготы, сказал глава республики. Управлением Федеральной службы безопасности по Карачаевой Черкесии в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлена преступная группа в составе двух граждан России, также иностранцев, организовывавших канал поставки и избыта на территории Карачаева Черкесии, Московской области и Республики Северной Осетии наркотических веществ с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Злоумышленники задержаны с поличной в момент осуществления закладки. Приговором Черкесского городского суда обвиняемые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 7,5 до 12,5 лет. В ряде регионов России сегодня наблюдались сбои в энергоснабжении из-за непогоды. В поселке Яркин-Шахар были зафиксированы локальные нарушения. Оперативно-выездная бригада ДГХабльских районных электросетей филиала Россети Северный Кавказ, Карачаева Черкес, Энерго проводила работы по устранению повреждений и уже к обеду электроснабжение полностью было восстановлено. Отключение в других районах не зафиксировано, сообщают филиали Карачаева Черкес, Энерго. В связи с порывами ветра, которые могут сегодня достигать 18 метров в секунду, администрации городов и районов просят граждан не парковать машины под рекламными щитами и деревьями. Быть максимально осторожными на улицах. Из-за погодных условий госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дорогах. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. В северных районах будут порывы до 15-20. Температура ночью минус 5-10, днём минус 1-4, а в горах до 9 градусов выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесии без осадков. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью будут порывы до 18-ти. Температура ночью минус 6-8, а днём 1-3 выше нуля. Ночью и утром на дорогах гололедится. Не пропустите в минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 350 участников обновлённого агрорынка. С 1 по 3 февраля в выставочном комплексе Минводы Экспо. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-90-00. Скорость, пас и красивый гол. Футбол – один из любимейших видов спорта миллионов людей на всей планете. Один из вопросов в ходе прямого эфира с главой республики касался спортивной инфраструктуры. Подробности у Али Баташева. Три раза в неделю в любое время года. Именно так проходят тренировки команды детского футбольного центра в Черкесске. Пара дыхания мгновенно растворяется в зимнем воздухе, а заснеженное футбольное поле стремительно покрывается следами бутсов. Пропускать тренировки – значит терять спортивную форму. А это неизбежно повлияет на результат предстоящих соревнований, считает футболист Амальт Лемахов. Когда снег выпадает, не прям удобно бегать, потому что тут бегаешь, и скорость не можешь развить или поскользнёшь, а травму получишь. А в манеже было бы и тепло, и там можно было бы заниматься. У нас в республике нет футбольного манежа именно для детей. В зимнее время вот сейчас снег лежит, малышам там от трёх до семи лет очень тяжело заниматься. И поэтому мы вынуждены заниматься в залах в школьных. Опять же, школьный зал, он не подразумевает такой вот подготовки профессиональной, да. А детей надо с детства готовить. Для решения проблемы Сергей Мащенко обратился к главе республики Рашиду Тимрезову во время прямого эфира 14 декабря. В нашей республике нет полноценного футбольного манежа, где маленькие дети смогли бы заниматься круглый год. Если это возможно, в ближайшее время, если он появится, то, мне кажется, для нашей республики это будет большим толчком к развитию футбола. Построим футбольный манеж, он будет где-то размер в подмене футбола 40 на 20 с площадкой. Ну, пока вопрос о локации и о проектно-смертной документации, а дальше о вхождении в соответствующую программу. А в течение какого срока? В течение следующего года мы должны проработать проектно-смертную документацию. И после этого только мы сможем её продвинуть дальше на федеральном уровне. Второй вопрос Сергея Мащенко касался проведения на постоянной основе тренировок с известными тренерами мира. Мы привозили сюда тренера из Сербии, он занимался с нашими детьми, передавал свой опыт. В принципе, дети в восторге были. Хотелось бы этот опыт сохранить и сделать ежегодный лагерь здесь футбольный. Эта инициатива достойна поддержки, но преимуществом в настоящее время является именно создание спортивной инфраструктуры, на базе которой будут тренироваться будущие чемпионы. Кстати, совсем скоро у них появится достойный пример для подражания – профессиональная футбольная команда «Нарт». С 2023 года команда «Нарт» вернётся в профессиональный футбол и будет выступать во второй лиге. Сегодня министерством спорта, правительством подготовлены все необходимые документы. Работают у нас инспектора РФС по сертификации нашего объекта, стадиона, по лицензированию нашего футбольного клуба. Так что наш футбольный клуб уже где-то к маю месяцу следующего года будет создан и уже будет участвовать в чемпионате России «Зона Юга». Современная спортивная инфраструктура, своя профессиональная футбольная команда, а главное желание ребят стать лучшими футболистами будет способствовать развитию футбола в Карачаево-Черкесии, говорят в Министерстве спорта Республики. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Всесезонный курорт Архыз, хоть и молодой, но любителей отдохнуть именно там уже очень много. Приезжают сюда отдыхать со всех уголков страны и зарубежья. Встречают Архыз своих гостей ярким солнцем и атмосферы праздника еще на подъезде к нему. Горная цепь главного кавказского хребта радует глаза и остается в памяти навсегда, кто здесь хоть один раз бывал. Альвина Курачинова-Кенжева подробнее. Знаменитый уютный горнолыжный курорт Архыз принял в новогодние праздники и каникулы несколько десятков тысяч любителей экстрима, снега, зимних развлечений, комфортного климата и, конечно же, вкусной еды. Восемь канатных дорог, 18 горнолыжных трасс общей протяженностью около 28 километров. Все для комфорта отдыхающих. Вся инфраструктура туристская готова и работает в штатном режиме для того, чтобы туристы могли себя комфортно чувствовать, отдыхать, спускаться на наших подготовленных горнолыжных трассах. Туристы довольны, чувствуют себя хорошо. Что касаемо статистики, вчера посетила, если мы говорим о проданных ски-пасах, это 9343 проданных ски-пасах. Опять-таки в этой цифре мы не учитываем тех, кто не катается на вызов, а прибывает на курорте и отдыхает. Туристов не смущали длинные очереди за ски-пасами или в кафе. Все в приподнятом настроении и в предвкушении незабываемого отдыха. В центре «Романтика» диджей дарит гостям позитивное настроение с помощью музыки. Ноги сами пускаются в пляс. Фанаты льда отрабатывают свои движения на катке. Ну а те, кто только учатся вставать на лыжи и сноуборд, могут воспользоваться услугами опытных инструкторов. Архыз – он молодой курорт, самый молодой курорт в России. Развивается с каждым годом. Все новые трассы открываются. Людям очень нравится. Погода просто шикарная. На самом деле, единственное, в этом году снег со снегом чуть этот у нас. Снега обещают по погоде. 16-ти вышли, снег на днях уже должен выпасть. Погода в празднике выдалась солнечная и теплая. Термометр показывал 16 градусов выше нуля. Снежное покрытие на трассах высокого качества благодаря искусственному оснижению. Единственное, чего желали туристы, это побольше настоящего снега. Именно его не хватало на курорте. Настроение приподнятое, несмотря на то, что сейчас происходит. Но очень классно заряжают на сцене ребята музыкой, танцами и вкусными напитками. Скажите, пожалуйста, сколько вы катаетесь? Один день. Мы сегодня первый раз нормально встали на склоне. Уже куча синяков, я думаю, будет. С другом мечтали года три попасть на курорт. Я портанул друга, взял девчонку и ему, блин, кайфую безумно вообще. Поэтому, кто еще не был, обязательно сюда стремительно мчитесь. Дорогие друзья, всем привет. Всех с Новым годом. Всех кайфового настроения. У нас просто супер отдых, классное место. Я здесь впервые с девчонками. Сочи. Без лыж, с Красной Поляны. Все достойно. Очень гостеприимные, скажем так, хозяева данного курорта. Гостям. Жителям. Жителям, гостям, процветание побольше таких же добродушных, отдыхающих. Ну и всего самого прекрасного. Все, кто хоть раз побывает в горах, навсегда будут очарованы этой красотой. И будут возвращаться сюда вновь и вновь, чтобы в очередной раз убедиться, насколько уникальна и многогранна природа Кавказа. И каждый раз преклоняться перед величием гор. Альбина Курочинова, Кенжева, Ислам Урумов. Вести Карачаева, Черкесия, Архиз. Во дворце спорта юбилейный прошел чемпионат Карачаева-Черкесии по шахматам среди мужчин, женщин и в трех категориях. Лучших определяли по блицу, а также в классических и быстрых шахматах. О состязаниях и победителях битвы интеллектуалов расскажет Ахмат Халкечев. Чемпионат Республики по самому интеллектуальному виду спорта собрал 131-го участника. Это победители и призеры муниципальных этапов в состязании. Как рассказывает президент спортивной федерации шахмат Карачаева-Черкесии Казбек Акбаев, победители и призеры чемпионата Республики войдут в состав сборной команды нашего региона и получат возможность представлять Республику уже на чемпионате Северокавказского федерального округа. В начале сильнейших определили среди любителей классических шахмат. Здесь лучшим среди мужчин оказался Аслан Тишелеев, представляющий Теркесск. Ну а среди девушек победила Лена Магометова, тоже представительница республиканской столицы. Какие планы на трудной опору? Нужно очень сильно готовиться. Во-первых, нужно быть морально крепким, потому что приходится очень сильно выдерживать психологическое давление. Ну и, конечно, подготовка домашняя. То есть, когда все шахматисты готовятся дома, приготовлю какие-то ловушки, какие-то свои варианты. И такую подготовку обычно проводится с тренером. Во второй день состязаний за столы в черно-белый квадрат сели игроки в категории быстрых шахмат. Среди мужчин победил Мухтар Лайпанов из Малокарчаевского района. А среди прекрасной половины лучшей стала Зимфира Айбазова из Усть-Дюгуты. Завершились соревнования игры шахматистов в категории «Блиц». В очередной раз первыми стали Мухтар Лайпанов и Ильяна Магомедова. Ахмад Халкечев, Мухаммед Ашбоков. Вести Карачаево, Черкесия. Это все вести на сегодня, а прямо сейчас продолжение сериала «Склифосовский». Субтитры подогнал «Симон»